Так, распаковка. Сходила я в магазин, газетку получила. Шотик сегодня пишет. Кто из ВПЛ должен обратиться с заявлением о продолжении выплат? Кто же должен? У кого не превышает 9,444. Пенсионерам, у которых на начало года размер пенсии не превышает 9,444. У кого это такая пенсия? Это в 5 раз надо. Я считаю, что сейчас у всех должна быть 10 тысяч. 4 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособных. 4 прожиточных минимума. Лицам с инвалидностью 1 и 2, детям с инвалидностью до 18, детям сиротам. Однако, значительное количество ВПЛ вообще смогут получать выплаты еще 6 месяцев после подачи нового заявления. В эту категорию уходят малолетние дети, беременные. Люди, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную помощь. В общем, тут так по заявлению помощь будет продолжиться, если среднемесячный совокупный доход, 9444 не превышает. Лицам с трудоспособного возраста, не работающим и ухаживающим за ребенком до 14 лет. Да, видишь, я ухаживаю за тобой, тебе нету 14 лет. Нам должны давать пособие. Что будем делать? Что будем делать? Идти. Сказал идти, надо по лестнице. Требовать. Короче, тут все написано, но не поймешь, что. Достигшим 90 лет. Лицам достигших 90 лет. Зачем я втрошу? Кошмар. Все для столетних. Ну, это вообще. Ну, какое придумать. Если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости. Короче, всем, только не нам. Ой, 27-й неделя беременности для женщин. Тут еще так все сложно. Так, в Украине появятся новые дорожные знаки. Оплата рахунки через Укрпошту. Повышенные нормы оплаты труда медикам продлили до конца года. Вот так. Нюансы компенсации за отпуск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я этот скотч по обрывала, как шандарахнула. Только шо. Я куда помогу, на дитину может отриматься самотни батьки. В чем разница между трудовым договором и договором гражданского правового характера? Специалисты опять. Мне 63 года, у меня нет 15 лет стажа. Короче, пенсия опять. Что значит работа с нефиксированным временем? Сотрудники с нефиксированным временем имеют права и гарантии, предусмотренные законодательством, включая право на отпуск. Выходные дни, оплату труда в повышенной размере за работу в ночное время или выходные дни во время вредных условий. Короче, и что тут? Тут женихи. Женихи. Тут шанс. Мужчина, 44 года. Из Днепра. Жильем обеспечен. Хозяйственный, порядочный, без вредных привычек. Для СС познакомиться с женщиной. Александр. Обычный мужчина, пенсионер. Живет в доме с удобствами в 15 километрах от Днепра. Для СО познакомиться с неполной. О, вот уже не подходит. Симпатичной женщиной. Полной не надо. Мужчина, средних лет, из Днепра. Что такое Днепропетровск? Днепропетровск, без желает замуж, жениться. Мужчины. Вот человек 68. Вот это мне подходит. С Каменского. О, это еще и рядом с Каменского. 68 лет с Каменского. Кто ж туда поедет? Где? Я его потеряла. Господи, человек. Да, Борщик. Что за человек, человек? Где ты, отговорися? Человик. Где ж я читала? Даже надо потерять такого жениха. Человик. О, все. Для СС шукаем хорошую женку. А что такое СС? Для СС по... А тут нету расшифровки СС. Что такое? А вот наш город. Здесь только женщина. А вот вдовец. 65 лет. Живет в селе. Для СС. О, познакомиться с женщиной. Что написано? Согласный на переезд. А, не, не подходит. С чего я не поеду? В общем, тут можно выбрать. Выбрать. Чего женихи это? А что продают? Продам. Стандартные стекла. Легковой прицеп. Яловые сапоги. Автоматический тонометр. Натуральный ковер. Мужские зимние куртки. Красивый хрусталь. Чугунную ванну. Короче, все понятно. Так, что тут погадать? Так, звезды и фортуна будут поддерживать вас всю эту неделю. А потом, чтобы вы не планировали, воплощайте это в жизнь. Настолько успешные периоды бывают не так часто. Так, все вот так. На этой неделе нас судьба побалует. Так, и хорошая сегодня газетка. Хотелось, я хотела купить этот же сон. Короче, печенье. Ушки на торт, чтобы сделать. Наполеон. И увидела вот такое печенье. Оно тоже слоюное. Вот эта коробочка, 400 грамм она. Тут написано 450, 400, вот. Сейчас попробую. Я не знаю, если оно вкусное, то уже мне и Наполеона не надо. Будем кушать печенье. Ну, такое крепенькое. Поехали. 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 Боже, что-то, да? Поехали. 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 Вкусное печенье. Крошится только. Классно. Кроши. Кроши. И не здоровая. Боже. с лимоном вкусно знаете что я купила мандаринки сейчас мандаринки даром по 37 и купила перец уцененный вот такой капи что-то сделаешь с него купила кусочек теста перечку сейчас спеку купила мандариночки дешевые одну гнилую взяла попробуем что за мандаринки да что же это такое блин ну это вообще вот это так ставить чтоб было видно всем видно-видно вот вам видно падает телефон ну его баня ты что так бахнула что там аж пятно ой кошмар один телефон не дай бог что случится с ним он и там и там и там ты что упал в этот в лимон блюдце разобьется не буду больше я на стол думаю чтоб видно и так видно разобью у меня больше нету и что я буду делать и за что я буду покупать наелища мандарин уже все бесплатно бери не хочу зато ананасы приехали желтые по 120 клубника там есть по 250 нет 250 грамм 120 что ли сладкие хорошие мандаринки на улице прекрасная погода но ветер очень сильный ветер пришла до дома и открывать же дом достала ключи и вот для дома упали ключи прямо в дырку где крыса залазит в дом думаю вот это да еле достала вот такое дело то еще бы крыска утащила а в этом видела я в интернете говорят что уронишь ключи изменится твоя жизнь что я купила по 5 кусочек сала купила сало купила такое салку-салку купила и вот что я купила смотрите конфеты курага дорогая страшно по по 250 килограмм узбекская конфеты ну хорошая не в сиропе ну и конечно же гвоздь программы смотрю все люди берут давай я возьму вот гвоздь программы рыбешку я взяла вот сейчас она разморозится я ее порежу она во льду главное чтоб свежая была ну вроде так ничего я взяла мальчика ну вот такую рыбеху я взяла ой вот это вот и все покупки и покупки закончились буду делать перепечки три перепечки сделаю на сковородочке вот вам и торт курага вкусно и чечень там с лимоном вот уху-ху-ху что отнял ну аккуратно будешь народа в городе нету в магазине в магазине еще шевелятся так немножко людей это и и это для покупки вот эти печенюшки очень люблю тоже не брала давно 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 наверно года два назад брала бублички там маленькие тоже хорошие приведи конфет полно ну конфеты я не ходила хороших вкусно мария посту тоже по такой же цене как и это даже не видела что продают сейчас коробочками всегда же весовое с коробочками и больше пошел кушать полдник вкусный печенька мандаринкой хорошо узбекская хорошая курага лучше турецкая турецкая очень сладкая в сиропе а узбекская более натуральная мясо полно в магазине да и рыбы полно ну по тысяче а заморозки 160 200 вся рыба на акции потому что кто будет брать по такой цене вкусно в общем буду жарить перепечки и и резать кусочками рыбу а может не знаю может и на филе а кость выбросить не знаю пусть она разбернется ее нужно поделить как то ой да да борщунька вот такое дело вот это лучше этого а цикорий поставила я на базу все вот такие перепечки получатся ну вот и все до новых встреч ставим лайки не забываем писать комментарии и пока 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 Продолжение следует...